Добрый день! Большая их частка тычилася проблем у жильево-коммунальных господарцев. Усяго, подчас чергового диалогу с насильницем в области, старшиня Гомельского облаканкама принял 38 звонков. Переважная большая из них трапила джихаров Гомельского и Мазырского районов. Люди просили оказать допомогу у вращении питания у связанных с ремонтом дорог у малых населенных пунктах. Оказать правовую поддержку предпринимателям, посприять вращению земельных и жильево-коммунальных проблем. Старшиня Аблова Конкама дорушил отказным особам провести отповедные мероприемства, проанализовать питания, за якими звертались люди, и зробить усе необходное для их выращения. Треба значить, что усе частей же хары региона задают питания, які отыщатся развитие социальной сферы и доброго порадкования населенных пунктов. Люди хотят жить лучше, ну а те проблемы, которые имеем там временные, ну их надо преодолевать, но движение, останавливаться, идти к лучшему, мы никогда не останавливались и не должны, и не будем. Поэтому будем идти к человеку, вы знаете отношение главы государства к человеку, поэтому социально направленное государство, и мы делаем все для того, чтобы человек чувствовал власть, которая имеется сегодня в государстве и на местах. У Беларуси завершился черговый этап подрихтовки до выбора у президента краины, створение участков для голосования. На территории Гомельской области их 1070. Это крыло меньше, чем было на выборах у Мясовое советы депутатов в 2014 году. При этом, когда у одних районах лик участков незначительно скратился, у других на дворот участков створено больше. Анализ показал, что количество потенциальных выборщиков на территории обслуговывания некоторых участков превышает предугледженный максимум – 3000 человек. В связи с этим было принято решение об открытии додатковых участков. В основном это течется районов новобудовлев Гомеля и Мазера. Скорочение участков отбылось в особенных сельских районах, поупливали демографичные ситуации и миграционные процессы. Так само створены выборщие участки у двух войсковых шостях – у 43 домах от Поршинку, санаториях, профилакториях и инших оздоровленческих установах. В настоящее время ведется активная работа по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий. Данная работа по выдвижению должна завершиться до 23 августа и до 26 августа, соответственно, должны быть образованы участковые избирательные комиссии. Никаких серьезных нарушений, препятствующих проведению избирательной кампании, в области нет. Два района Гумельской области – Жлобинске и Рогачевске – полностью завершили уборку зерневых и зернебобовых культур. Ушильную наблизились до финишу у Кармянским и Лоевским районах. У сего региона засталось убрать около 7% площадь. Агольный намолот сборжа складает больше, как 880 тысяч тонн. Больше за всех собрали у Рэшицким, Добружским и Будокошалевским районах – свыше 80 тысяч тонн. Рекордсмен по урожайности – Ветковский район. Тут у середнего сбирают 40 центнеров с гектара. В областном центре отбылось урочистые мероприемства с отделом керавництва и сотрудников Управления Державного комитета судовых экспертов по Гумельской области. Для урочистостей одразу две нагоды. Другая годовина – с дня створения ведомства и прием у его шереги молодых специалистов. Почас мероприемства лепшие супрацовники Управления Державного комитета судовых экспертов по Гумельской области отримали специальные звания, премии, грамоты и иншие гоноровые узнагороды. У адрес людей, от вынеку працы, яких часом залежит лёс человека, прагушали ширые слова подяки. Что тычется молодого пополнения ведомства, в урочистой обстановке им были уручены службовые посвечения. Вопытные супрацовники Управления у свою чагу пожадали гэтым специалистам заусёды только удоскональваться и развиваться у обранной непростой, але необходной для краины профессии. У целом, в Управлении Державного комитета судовых экспертов по Гумельской области зараз працует около 500 человек. Головное досягнение их деянности за минулые два годы – повеличение оперативности и якости выканания экспертыз. Что месяц проводится около 4000 экспертыз в год до 50 тысяч. Державные эксперты сегодня забеспечены усими необходными сродками, якие дозволяют проводить на самые редкие виды доследований. За счёт чего это произошло? Естественно, за счёт того, что мы немножко расширили штат, увеличили количество экспертов по проблемным видам экспертизы, например, по компьютерно-техническим видам экспертизы, по товароведческим. Такие редко встречающиеся, но они необходимы. Воротовальники Гумельской областной организации «Асвод» в связи со спякотой подвоили колькость рейдовых мероприемств. На минулых выходных особливую увагу вырешили надать стихийным пляжам. Александр Гамоля доведовался об небеспеции, яка отшакает отпочивающих. Для одних пекучее солнце на год отпочить на песочку, для инших – мобилизовать силы и подвоить намаганию бороться безобеспеку. Спякотой сё лета поднесло немало недобрых сюрпризов отпочивающим. Факторы – рызыки, повеличение водмеля, изменение рельефа водной акватории и пляжей. Посмотрите, посредине реки мы обозначили мель, значит, слева от нас находится рыбак, который нарушает у нас все правила. Естественно, что человек, попав в какую-то яму, у него возможен летальный исход. Главный боль воротовальника – у самородные трамплины. Изъявляются такие экстремальные побудовы, как правило, удалечены от зоны назирания «Асвод». Али и такие места не застаются без нагляду. Попробуем? По-моему, получается. Воротовальники свержают. Только за пошний тыдень это уже третий трамплин, яки довелось разобрать на дожке. Не все отпочивающие разумеют их небеспеку и не все задоволенные деяниями «Асвод». Эта конструкция сейчас останется либо лежать на берегу, где будет мой ребенок идти, и, не дай бог, зацепится и сломает ногу. Однако профилактичная работа уже давно одладжена. Худка после разборки на месте отправляется до даткового экипаж воротовальников. На березе не застается и следово от небоспечной конструкции. Очень приличная высота этого мазка и неизвестно, какая глубина. По заверениям тех людей, которые присутствовали, глубина в месте окончания этого мазка где-то около 2,5 метра. Ну, при его высоте 2,10-2,50 этого достаточно для того, чтобы получить травму. Травму шейного отдела позвоночника. Ну, самую страшную, которую можно получить при нырянии. На перший погляд, меры жорсткие, але продыктованы и они на самой справе маукливые и жудостные статистики. Селеты на водоемах Гомельщины загинули 28 человек. Пятераз их – неполнолетние. Давайте матрас в берегу. Цивилизованное место для отпочинку – охоуваемые пляжи. За весь период их яснования не одного трагичного выпадку. Только с початку купального сезона, каля тысячи фактов выратования людей. И амаль – пять тысяч попередженев. Александр Гамуля, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Японский народный танцевальный театр Мандзюсяка за круги Хиросима выступит в Гомеле. Эта встреча с гомельскими глядачами стала заключенной у межах чергового тура коллектива по Беларуси. Выступление наведала Катярина Сапельникова. С творчостью артистов японского театра Мандзюсяка беларусы познайомились больше 15 лет тому. С тех часов эту совесть можно смело назвать сябровством. Уже шостый раз коллектив увертается в наш край с традиционными танцами. Але представление ансамбля – это не просто рытмичные рухи под музыку. Это молитва у имя миру и яднанья. «Именно любовь, именно такое чувство, которое не имеет границ, именно любовь объединяет Беларусь и Японию. Маленькие детки, которые приходят на концерт, тоже откроют для себя японскую культуру и, может, на них как-то это повлияет, как-то что-то принесет в их душу». Шоу, якое наполнено незвычайной энергетикой и щиростью, у Гомеле завсюду проходит с абсолютным аншлагом. Засновальница ансамбля «Мама Роза» каже, что группа готова выступать и для одного глядача. Это японский подход до життя – самоданность, уважливость и дбальность. Увага до всех дробезов и нюансов ураживает. Костюмы для выступлений месяцами шуются вручную по эскизах «Мамы Розы». Подрыхтовка декораций и макияж артистов перед выступлением займают коля двух-один. «Как говорят, действительно, красота спасет мир. Вот эта японская красота действительно несет мир и спасает этот мир. И очень ответственно, но в то же время очень достойно Центру международных связей в этом году все это организовывать. Мы стараемся и надеемся, что наши японские друзья приедут в следующий раз снова». Катерина Сапельникова, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». И на этом наш дзенный выпуск завершенный. У студы працавала Светлана Князева. Доброго усім дня и до встречи у эфира. Субтитры создавал DimaTorzok